У нас есть пункт А и пункт Б. И мы видим дорогу, которая ведет, скажем, к пункту Б. Она как-то ведет, 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 ведет. Дорога как-то, как это карта, Яндекс карта или Гугл карта. У нас есть, и мы видим эту стрёмную дорогу. И по этой дороге где-то тысячу один шаг, чтобы прийти в эту точку. И у нас опускаются руки. Но небо, оно сострадательно. И что я обнаружил, что порой вознаграждается то, что ты вообще начал идти по этой дороге. Ты сделал шаг один, может быть, шаг два. То есть, несмотря на то, что это, казалось бы, непреодолимая дистанция, ты решил по этому пути идти, тем не менее. И небо, как бы вы это ни называли, поэтому называют там общим таким словом небо, чтобы не входить в конфликт с разными его зрениями. Оно проявляет порой благосклонность. И ты вот из этой точки видишь, что оказывается, есть вот эта зелёная дорога. Вот сюда. И здесь один, два, три. Может быть, четыре. Ещё шага очень простых и куда более оптимистичных. Потому что тысячу один демотивирует. Четыре – это вполне подъёмная штука. Вот. Но здесь очень важно не причитать, что этот путь длинный. Не отчаиваться, что по нему нельзя пройти. Не рассказывать, вот у вас есть 600-й Мерседес, поэтому вы такие умные и так далее. Ребят, я жил в интернате три года. Я жил на вокзале не так долго. Две недели. Но тем не менее. У меня были периоды, когда нечего было есть. Мы даже один раз другом искали деньги в надежде их найти на земле. И я был свято уверен, что мы их найдём. Мы через два часа нашли деньги на земле. И хватило на пиво и на сигареты. Вот. Были разные времена. Я могу порассказывать очень много разных историй. Стрёмных и не очень. Вот. Я знаю, о чём я говорю. Вот. Но я в те старые добрые времена думал, что если бы я, например, мог делать что-то похожее, скажем, консультировать по астрологии. Ездить по всему миру, из любой точки мира, как-то общался бы с клиентами, отвечал бы их на вопросы по хоррорной астрологии. анализировал бы их карты. У меня была бы свобода и определённые деньги. Я как-то очень робко об этом мечтал. То есть я мечтал. Делал в этом направлении. Как-то я была какая-то двойственная, что ли. Я с одной стороны и на работу не ходил, потому что я unemployable, да? То есть я не могу ходить на работу, как я выяснил. А вот с другой стороны, то есть я как бы и верил, и не верил. Это к разговору о позитивном мышлении. Несмотря на то, что у меня не было вот этого «Вау! Мы сейчас всех порвём!» и так далее. Нет, но я делал, может быть, робкие, может быть, несколько озираюсь по сторонам, но шаги в этом направлении. И то, что произошло дальше, превзошло мои самые смелые мечты, это немножко по-другому. Обычно это немножко по-другому, нежели ты мечтаешь. Это немножко как бы по-другому. То есть может иногда что происходит, ты вообще отказываешься от этой мечты, и ты из этой точки видишь вообще, что вот здесь вот рядом мечта номер два. Вот что-то, даже есть то, о чём ты не мечтал. Но оно куда потрясающе, чем вот эта мечта твоя исходная. Но то, что ты идёшь к этой мечте, вот этой, если бы ты к ней не пришёл, вот этой исходной мечте первичной, ты бы не увидел, ты бы не зашёл за этот поворот и не увидел, что там вообще земля обетованная. То есть что-то настолько фантастическое, что просто, я не знаю, кого нужно благодарить за то, что тебе свалилось такое счастье в этой жизни. Окей? Вот то, что я хотел сказать в заключении, потому что часто у нас это длинный путь не мотивирует. Не надо. Просто идите. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok